Да, привет, друзья. Вот, наконец-то, дождался моего друга Романа. Вот он пришёл. Представлять не надо, вы все его знаете. И бывший развеечник, и 20-30 фильмов сделал. И мы будем делать вебинар о раскрытии творческих качеств и способностей, потому что я как раз недавно говорил, если человек не раскрывает свои способности по той или иной причине, то он болеет, выпивает, вынужден пить лекарства. Деградирует. Деградирует. Вот теперь, Роман, скажи два слова, и мы не будем выходить за рамки трёх-четырёх минут, чтобы люди от скуки не выключили наше выступление. И не потеряли... Да. Не потеряли интерес. Расшифруй, пожалуйста, что такое интерес. Ну, кстати, слово интерес. Мы много раз с вами уже говорили о том, что не задумываемся над словами, которые произносим. Интерес – слово очень интересное. В корне этого слова латинский глагол «эсэ», что означает «я есть». Я есмь или я есмь? Аз есмь. Есть мь. Да. Или эссо хомо – это «я есть человек». Я есть. Я существую. Эсэ – это «я есть». Прямой перевод. Интер-эсэ – это поле, которое мы распространяем вокруг себя. Это не вот это биополе, ещё что-то. Это пространство, на которое мы способны влиять. У нас есть потенциал влиять на определённое пространство. В котором мы взаимодействуем. Вот холст, например. Да. То есть мы проецируем себя такими, какими мы есть. Должны мы себя проецировать. Даже если человек машет метлой, он проецирует себя на пространство двора, он совершает определённые движения, к которым он приспособлен. Кто-то берёт кисть, кто-то чинит машину, кто-то руководит компанией. Человек вокруг себя осваивает поле интереса. Но есть способности. Способности – корень СОП – это как раз я есть. А С-пособность или пособие – это наш помощник, это инструмент. Вот если инструмент используется не по назначению, когда микроскопом забивают гвозди, ни гвоздь толком не будет забит, ни инструмент не выживет в таком использовании. То есть я как инструмент себя, если начну себя расходовать или тратить, кстати, тратить – знаешь, что это такое? Тратить – это от слова тереть. То есть делать ветхим, приводить в негодность. А надо не тратить, а использовать. То есть так, чтобы была польза и себе, и вот этому пространству. Вот когда я был там в Канаде, там очень модно было говорить, да, мы говорили про мужчину. Он меня использует. Это что, это полезно или не полезно? Там, где польза, там полезно. В общем, друзья, если инструмент не используется, то в лучшем случае он ломается, в худшем случае он приносит еще и вред, никакой пользы. И тогда происходит деградация. То есть человек тоже как инструмент можно рассматривать? Человек и есть инструмент, который… Шоу-сумер, да? То есть он должен быть приспособлен к определенной деятельности. То есть он должен заниматься целью. Он своей генетикой, в которой ему даровано, да? Да. И если этого не происходит, то… Он начинает пить, он начинает болеть, он начинает… Да, случается деградация, а деградация… Ну, для этого надо понять, какие твои способности, потому что у тебя много способностей, которые тебе… Не твои, а тебе навязали. Телевидение, моды, востребованность. Например, ты хороший актер по природе, а ты вынужден быть банкиром. Ну, и в конце концов запьешь. Мама, папа сказали, что кормить будет профессия юриста. А куда сейчас с этой профессией деваться, понимаете? А сейчас вот новый период происходит, сейчас новый период, сейчас на цифровизацию переходит, разлом психи, старые шаблоны не работают, и люди не знают, в этой неопринозе как быть. Так вот деградация. Поэтому психолингвист рассказывает суть слов. Да, деградация. А мы проведем вебинар совместный, где мы научим всех определенному алгоритму открывать свои способности и быть здоровыми и счастливыми. Ну, хорошо, тогда о деградации мы расскажем на вебинаре. Что это такое, на самом деле, что с этим делать, а еще лучше, что с этим не делать. Это тоже важно. Слушайте, мы приглашаем вас на вебинар, потому что там будет алгоритм уникальный. Вы будете открывать свои способности и быть самими собой пять минут в день. Вы-то можете все время быть самими собой, но не получается. Вы самими собой все время быть не можете, иначе будет тысячи раз больше войн, конфликтов, потребления алкоголя и так далее. И вот чтобы сократить кризисы и войны, мы предлагаем пять минут в день быть собой, но истинно собой, а не по представлениям о том, кто вы, которые вам навязали, и постоянно вам это внушают. Всякие-всякие там интернетовские штучки. И я думаю, что нам, мы поможем нащупать в себя истинного, чтобы не играть роль, вот-вот-вот-вот. А чтобы действительно проецировать себя на пространство нашего интереса. И тогда человек будет, как говорится, судьба, человек играет на трубе, а судьба играет человеком, а тогда он будет играть, на самом деле, свою собственную жизнь. Будет использовать как среду, в которой интересно, да? Интерес – это среда, в которой ты реализуешь свои способности. То есть, и все остальное узнаете. До встречи! Продолжение следует...